Библейский портал экзегет.ру представляет Дорогие друзья, мы переходим с вами к изучению 73-го псалма. Наша беседа проходит в Московском Срединском монастыре, а видеозаписи становятся доступными благодаря редакции портала экзегет.ру. В 73-м псалме оплакивается разрушение и осквернение святилища Божия руками врагов. Кто именно эти враги, здесь не указывается, не уточняется. Характер разрушений, описанных в псалме, напоминает вторжение вавилонян в 586 году Дорожества Христова в Иерусалим. Псалом начинается с призыва к Богу отвратить гнев свой и вспомнить о своем народе. После этого приводится описание тех ужасных повреждений, которые были нанесены святилищу Божию врагами. Народ Божий дезориентирован. Ни пророки, ни знаки свыше не говорят о том, что все это когда-то закончится. Псалмопевец поднимает вопросы со словами «Как долго ли? Вечно ли?» и побуждает Бога вмешаться. Бог – Творец небесных светил и пределов земли. Он вмешивается в законы природы. У него в руках спасений. С оглядкой на то, как безумные люди хулят имя Господне, псалмопевец просит Бога вспомнить о своем завете, о месте собрания своих избранников, которое здесь сравнивается с невинной голубкой, и защитить от угнетателей, которые подобны зверям. Рассмотрим детальнее стихи данного псалма. Плач начинается с обращения к Богу о помощи в разгар бедствия. Бедствие связано с разрушением святилища, которое стало подобно груди развалин. Разрушение храма на Сионе показано в 73-м псалме как уже свершившийся факт. Оно весьма похоже на свидетельство исторических книг Библии, по которым, когда из Вавилона пришли завоеватели, они, цитирую, «сожгли дом Божий и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили». Об этом говорится не только во второй книге летописи, но и у пророка Иеремии. Поэтому современные исследователи предполагают, что описанные в псалме события связаны с нашествием халдеев в 586 году. Или в 588 году есть разные попытки датировки. При нашествии персов, которое было уже позже, «Храм был расквернен, но, как об этом пишет Иосиф Флавий, он не был разрушен. Угнетатели времен Антиоха и Пифана в середине II века сожгли ворота и осквернили храм, но его все же не разрушили. Именно вавилоняне принесли широкомасштабное разрушение всему Иерусалиму». Но автора псалма больше интересует как раз не город, а именно храм, дом Божий, поскольку он является символом особых отношений Бога со своим народом. Псалом начинается с вопроса к Богу, почему он навсегда отказался от своего народа. «Хотя виновными в разрушении Иерусалима являются враги, но, устремляя глаза к небу, автор псалма видит главной причиной разорения Сиона – гнев Божий. Гнев Божий, который мог возгореться на Израиле по причине его грехов». Первые же слова псалма «для чего?» подразумевает, что народ Божий уже достаточно претерпел. Псалмопевец просит Бога о милости, напоминая ему об особых отношениях Бога как пастыря с овцами своего пастбища. Бог – пастырь своего народа, и потому он должен защищать, направлять и давать своим овечкам пропитание. А не его стадо, которое он издревле стяжал. Еврейский термин, переведенный здесь как «сонм», можно перевести как «собрание». Этим термином обозначается не только сонм людей, которые отправляются на гражданскую войну, и уж тем более не только, например, стая зверей или клич птиц, которые отправляются в другие страны. Но этим словом «сонм» обозначаются религиозные собрания народа, то есть собрания общины верных в храме. Псалмопевец напоминает, что они тот самый народ, который был некогда выкуплен, выкуплен издревле, когда-то, при исходе из Египта. Они – колено его наследства. Слово «шавет» можно перевести как «пастушеский жезл», «посох», как это сделано в синодальном переводе. Но можно перевести и как «племя», «колено». Значение слова «племя» нам видится более уместным в этом контексте, чем «посох». Особенно при переводе фразы «искупил в племена достояния твоего». Или по-другому «ты искупил достояние твое, которым являются твои племена, твои колена Израиля». Псалмопевец призывает Бога вспомнить гору Сион, место, которое он избрал для строительства храма и, следовательно, для своего жилища на земле. Псалмопевец приглашает Бога прийти и самому убедиться в серьезности происшедших разрушений. «Все разрушил враг во святилище». Третий стих. Грандиозная постройка на Сионе, простоявшая не один век, превратилась в вековые развалины. В 4-8 стихах Псалмопевец подробно описывает все разрушения, которые враг совершил во святилище. Святилище здесь описано как место встречи с Богом, место собраний. Враг осквернил святое место, установил свои знамения. Под знаками здесь, скорее всего, подразумеваются вавилонские боевые знамена, штандарты или, возможно, какие-то изображения, статуи, барельефы, которые содержали идолопоклоннические символы, представляющие их богов. В 5-м стихе враги рисуются нам, как лесорубы, прорубающие себе путь в храм своими топорами, как будто бы они продираются сквозь лесную чащу. Как варвары они разрушили секирами и боевыми топорами всю резьбу в храме, а сам храм сожгли до основания. Псамопевис удивляется дерзости и ярости захватчиков, которые опустушают не только сам храм, но и даже все прилегающие храмовые постройки со словами «разорим их совсем». 9-й, 11-й стихи «А Бог все молчит». Нет пророка, который сказал бы, как долго продлится весь этот ужас. Автор псалма озадачен вопросом, почему Бог позволяет врагу издеваться или оскорблять его. Как долго все это продлится? Согласно 2-му псалму, Бог посмеивается над царями земли, которые только лишь вздумали поднять бунт. А здесь он стоит, словно сложив руки в карманы. Над ним насмехаются, а он не реагирует. 12-й, 17-й стихи. Несмотря на все происходящее, псалмопевец уверен, что Бог может спасти своих людей. Он царь от века. Он может принести спасение или, лучше сказать, победу над врагами. Могущество Божие псалмопевец описывает на примере его власти над силами природы. Рассказ о сотворении мира облечен в форму древнего мифа о первобытном, изначальном, древнем конфликте между Богом-творцом и многоголовым левиафаном. Образ левиафана, как считают современные толкователи, взят из древней хананейской, то есть угорицкой, мифологии, в которой речь идет о семиглавом морском чудище, побежденном Ваалом. В описании творения мира по книге Бытия нет этого мифа о конфликте Бога с левиафаном. Однако этот фольклорный образ видимо понадобился автору псалма, чтобы в поэтической форме показать превосходство Бога над самой могущественной из всех мыслимых созданий мира воплощенной силой зла и хаоса. Праведный Иов также использует образ левиафана, чтобы подчеркнуть, что только Бог способен укротить морское чудовище. Намекая на эсхатологическое будущее, пророк Исаия называет левиафана извивающимся змием. Цитирую. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым, большим и крепким. Левиафана – змия прямо бегущего, и левиафана – змея изгибающегося и убьет чудовище морское. Воплощение зла в виде морского зверя с семью головами и десятью рогами, на головах которого были написаны имена богохульные, представлен также в апокалипсисе Иоанна Богослова». Сейчас мы с вами поговорим не только о народах пустыни. Эфиопия, она отожислялась пустыней, потому что евреи, они знали в Верхний Египет, они там жили. Они были в плену египетском не только в Дельте Нила, но и вверх по течению, потом постоянно поддерживали контакты. А Эфиопия, как я уже говорил раньше, и, собственно, Египет – это граничащие территории, и в каких-то случаях мы можем сказать, что, по сути дела, это одна культурная зона, особенно в контексте теперешних границ Эфиопии. Там даже одна копская церковь, там очень много культурных общностей. Хотя на севере теперешнего Египта проживают в основном арабы, но если мы вниз пойдем по течению, где больше копского населения и посмотрим на Эфиопов, то мы видим очень много общностей. Но я сейчас хочу коснуться другой темы, темы Левиафана. Итак, здесь употребляется это слово. Как я уже вам сказал, что это слово говорит о неком чудище морском. Я прочитаю один текстик из книги Иова, и после этого вы поймете, что есть о чем поговорить. Продолжительный текст, но он очень характерный, поэтому слушайте. А у кого есть текст, следите. 40-я глава Иова. Я начинаю с 40-й главы книги Иова, 20-й стих, и дальше 41-я глава. Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку схватить за язык его? Вденешь ли ты кольцо в ноздрь его? Проколешь ли ты иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобой и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделить ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на руку, клади на него руку твою и помни о борьбе, впредь не будешь. Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицем? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему под всем небом все мое? Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его и кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его ужас. Крепкие щиты его великолепия. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепившись и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасть его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего грышка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и с пасть его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой, твердо не дрогнут. Сердце его твердо, как камень. И жестко, как нежный жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшись его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь за гнилое дерево. Дочь лука не обратит его в бегство. Прачные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дростик он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяют в кипящую мась. Оставляет за собой светящуюся стызю. Бездна кажется сединою. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Это я не миф, цитирую, а каноническую книгу Ветхого Завета. А? Как вам? Мне кажется, что подобные описания я встречал в палеонтологических музеях. И вот как зайдешь туда, и кажется, вот он. Вот прям готовый образчик. А после этого говорят, что еще динозавров не было. Я уж тут поставлю три точки, но мне кажется, что это описание уж очень напоминает тех чудищ, которые мы видим сегодня в палеонтологических музеях. И отсюда напрашивается вывод, который сделал не я, а мои коллеги умнейшие, чем я, специалисты в библиистике, которые говорят, что если внимательно присмотреться на сюжеты, описываемые Библией, то у нас может создаться впечатление, что динозавры умерли не так давно. Нам только кажется, что им миллионы лет. А на самом деле вполне возможно, что лохнесское чудовище это просто одна из проснувшихся таких древних рептилий. Притом подобное описание идет в параллель с очень многими мифологемами, в которые мы на самом деле верим. Вспомним сказку про, скажем, Добрыню Никитича или Елю Мурмцев, которые там отрубают три головы и у трехглавого змея, в Апокалипсис 7 глав. Посмотрите на китайские сказки про дракона. Кстати, очень уж напоминает китайскую сказку описание из книги Иова. А хорошо, а Георгий Победоносец? Ах, кто знает, а может быть, это не легенда, а может быть и правда существовал такой ящер. Уж очень нам хочется подобные истории осовременить и сказать, что на самом деле О, Фаза, it's not a dragon, it's a crocodile. Может быть, это крокодайл или аллигатор. Но как ни парадоксально, в том же Иове, в 40-й главе, я не буду сейчас цитируя, там тоже длинный сюжет, до описания Левиафана стоит описание бегемота. Да, тоже у него там толстые ноги, громадина, но бегемот не мыслится равным Левиафану. Если мы сейчас сравним бегемота, он по силе равен крокодилу. Еще неизвестно, что страшнее. Крокодил по земле передвигается медленно, а бегемот или вообще буйвол какой-нибудь африканский степной, ой, там держись. Если оказался в африканской премии и нет какого-то баобаба, на который можно залезть, то все, тебе хана, когда стадо буйволов бежит. Так что описание крупных животных, млекопитающих и рептилий, так или иначе в Библии встречается. Есть там ссылка и на жирафа, есть и на слона, но эти животные, они никак не сравниваются с Левиафаном. И почему отсюда образ моря, особенно волнующегося, как грозной стихии, бурлящей, символ хаоса. Мы, конечно, говорим, как современные люди, а это шторм. Конечно, это только шторм, потому что маленькая лодочка, оказавшаяся в середине Средиземного моря, да что там Средиземного? В Галилейском море, плавя на середине, уже боялись, утопаем ученики Иисуса Христа. А уж тем более, да, конечно, шторм. Но здесь речь идет о том, что какой-то змей, как некое чудовище, обитает в пучине морской. Посмотрите на легенды народов мира. Да практически в каждом втором народе есть какая-то история о морском чудовище. То он у нас пруд похожий, то ли на что. Описание у Иова Левиафана говорит о двойных челюстях, об огне изо рта, о прочной чешуе. И главное, это все же напоминает не млекопитающее, а рептилию. Бездушное создание, которое невозможно приручить. Но его когти подобны скале, и перед ним никакое оружие, ничто, солома. Вот чудище морское. При этом вот что интересно. С одной стороны, это сын погибели, воплощение гордости, падший дракон. С другой стороны, у того же, мы, по-моему, цитировали с вами Иеремию, или кого-то из Проколы цитировал, Исайю. Исайя говорит о двух типах Левиафана. И тоже интересная такая вещь. Левиафан здесь упоминается прямо бегущий, и Левиафан – змей изгибающийся. Вполне возможно, что это нарицательное обозначение неких животных единого класса. И поскольку у Иова есть еще сравнение с птицами, а мне кто-то говорил из исследователей, которые внимательно вчитываются в текст, говорит «перепончие-то крылое» в разных местах. Отсюда мы можем сделать вывод, что речь идет о каких-то, ну как минимум двух, если не трех типах Левиафанах. Тех, которые летают, тех, которые бегают, и тех, которые плавают. Кстати, в сказках разных невосточных народов есть такая легенда, предание, миф о том, что змей, который искушал Адама и Ева в раю, у него изначально были руки-ноги, но потом они у него отвалились, и он стал ползать по земле в качестве наказания от Бога, когда Бог сказал ему, что ты будешь присмыкаться по земле, ползать по земле. Есть такая легенда. Кто-то может сказать, что все это сказки, враки. Как можно верить легендам? Ну вот какая интересная вещь. Тут я вас совсем испугаю. Генрих Шлиман, почитав Гомера, а Гомер, ну, по сути дела, что это поэма. Поэма полная там всяких циклопов, там, амазонок, кто там только не встречается. И чудище сказал себе, окей, а может быть, трое все-таки существовало. И таки да, он нашел трое. Шлиман в XIX веке нашел трое по поэме Гомера, которое датируется ну, шестым веком, а то и старше Дрожества Христова. Отсюда напрашивается вывод, который мы уже ретроспективно можем сделать с оглядкой и в противовес неким религиоведам. Не исключено, можно допустить, с осторожностью можно сказать, возможно, что многие сказки и легенды это предания, прошедшие через народные фольклоры, через образную речь о каких-то событиях, которые в прошлом когда-то имели место быть. И отсюда повествование месопотамских мифов о Гильгамеше, которые также описывают Ноев потоп, тоже можно воспринимать как серьезные истории, которые в параллель с библейским повествованием о потопе говорят о каких-то реальных событиях. Проблема заключается в том, что эти источники, как и многие, особенно начальные, первая глава книги Патия, не могут нами восприниматься буква в букву, потому что подобная теологическая литература прежде всего обращается к некому смыслу, а не претендует на историческую буквальную достоверность. это к вопросу о шести днях творения. Слово йом в изначальном тексте означает период. Это может означать день в нашем понимании 24 часа и день как период. Теперь будет кто-то плохо спать, скажет в море купаться больше не буду. Кстати, недавно на Белом море рыбаки выловили глубоководную рыбину такую, которая плавает на глубине обычно нескольких километров. Отсюда исследователи сделали вывод, что сейчас такое глобальное потепление, что это глубоководное создание, оно всплыло на поверхность, куда обычно они не всплывают. Так что климат наш, он меняется быстрее, чем нам того хотелось бы. Описание Саглядаты в Моисея земли израильской передает нижнюю оконечность современного Израиля пустыню Негев, как землю очень плодородную, сейчас там выжженная пустыня. А Саглядаты Моисея приносят на двух жердях огромную виноградную лозу, которую вдвоем еле тащат. То есть на глазах очень серьезная трансформация климатических условий. Вполне возможно, что динозавры, это я уже сам допускаю, они вымерли из-за изменения глобального климата. Может быть, они были до потопа, может быть, и после продолжили какие-то виды существовать. Но в силу современной экологии я сомневаюсь, что какой-то такой драгон выживет в современной Москве. Тут тараканы с трудом выживают, уже погибают от мобильных телефонов. Выживут, наверное, только крысы. А вот до каких левиафанов скоро мутилуют московские крысы в митрополитене, это одному Богу только известно. В заключение псалмопевец призывает Бога вспомнить насмешки безумных людей, тех, которые надсмехались над именем Господнем. Побуждение вспомни в 18 стихе предполагает не просто погружение в глубины памяти, но действие, направленное на пресечение поношений, Бог не должен забывать о Своем страдающем народе. Израиль подобен невинному и беззащитному голубю, а враги подобны диким зверям. И в частности, псалмопевец призывает Бога позаботиться о завете. Бог заключает договорные отношения со своим народом. Аврааму Бог пообещал благословить его народ и возвеличить его имя. Он пообещал, что будет его Богом, Богом его и его потомком, а они, его потомки, будут его людьми. Поэтому псалмопевец обращается к Богу с просьбой посмотреть на свой завет, выполнить свои обещания, подняться и защитить свое дело. Подобные призывы мы часто встречаем в песнях плача. Бог должен спасти свой народ от безумцев, которые беспрепятственно буйствуют на развалинах храма. Жилищами насилия стали все мрачные места земли. То есть тут уже наша интерпретация. может быть речь о каких-то пещерах, о каких-то пустынях. То, что с природно-географическими связанными свойствами, как те места, где мало воды, где вообще отсутствует жизнь. И даже эти места в первую очередь стали пристанищами для людей нечестивых. А может быть здесь идет речь о том, что в целом из-за нечестивых на земле появилось много мрачных мест. Это уже вопрос нашей интерпретации. Но текст буквально говорит, вот так как юнгер в переводе, тут греческие тексты еврейским идут на говно в голову, рука об руку. Да, речь идет о том, что мрачные места земли стали жилищами для негодяев. Псамопевец призывает Бога, чтобы тот пришел и помог своему народу в борьбе против врагов, которые разрушили и осквернили храм. Этот псалом имеет ряд параллелей с книгой «Плач и Иеремии», в которой также описывается разрушение храма и оплакивается опустошение Иерусалима. Авторы обоих книг не сосредотачивается только на исторических деталях, но сосредотачивается больше на общем контексте повествования. А в обоих текстах мы угадываем аллюзии на вторжение халдеев Иерусалим в 588 или по другим датировкам в 586 году. Известно, что храм оставался в руинах до конца Вавилонского плена, когда он был восстановлен под руководством Зарававеля и Шешбацара. Этот второй храм был тем, который посещал на празднике Иисус Христос. Спаситель Иисус предсказал и его разрушение. Всего этого многие святые отцы рассматривали 73-й псалом как пророчество, которое до конца исполнилось уже во время разрушения второго храма римлянами во время Иудейской войны 66-70-го годов по Рождестве Христовым. Так или иначе, данный псалом ничего не говорит о том, что было после. Мы не знаем, ответил ли Бог на просьбы своей общины или нет. Это неуверенность в будущем, в будущем освобождении от врагов ссылка на то, что уже нет пророка, может с одной стороны свидетельствовать о глубокой древности псалма, с другой стороны проливать свет на то, что его авторам не исключено был очевидец всего происходящего. Наше теперешнее мышление, оно антропоцентрическое. Мы считаем, нам так кажется, что мы творцы своей судьбы. Это мы становимся на праведный и неправедный путь. И так мы описываем все то, что связано с реальностью нашей жизни. Мышление древних людей было теоцентрическим. Это означает, что даже если человек сам спотыкается и сам в этом виновен, и сам стал на скользкий путь, это описывается и интерпретируется как некое попущение Божие. Бог предоставил такому человеку ходить в путях его. И поскольку такой человек не имеет света Божия, он заблуждается, ходит во тьме и притакается во тьме, спотыкается во тьме. То есть получается так, что русский текст, он близок к древнееврейскому, еврейский регионал, он так буквально и говорит, что ты поставил их на эту дорогу. Но мы понимаем сейчас в контексте того, как мы это мыслим, как некое попущение. Бог дал этим людям власть и богатство, но они, потеряв чутье Бога, божественного закона, и думают, что он уже не видит, фактически ослепли слами. И они стали на скользкий путь. Тот путь, по которому они идут, как по лезвию ножа. Им кажется, что они всем обладают, но на самом деле они во мгновение ока, вмиг, все могут потерять. Мгновенно. Здоровье, деньги, все. Мне доводилось встречаться с людьми очень богатыми и общаться с людьми из их близкого окружения, из моих личных наблюдений, а особенно из наблюдений тех, кто возле богатых присутствует часто. Не знаю, почему-то меня, видно, по должности богатые люди избегают, меня больше любят бедные за воротами монастыря, они, как только видят, сразу ко мне отрезают свои уста. Вот так. Но не суть. Так вот, из личных наблюдений, наблюдений особ приближенных к императорам, эти власть или чаще деньги имущие, они подобны вулкану. Они обладают такой властью, что в мгновение могут реально повлиять на судьбу другого человека. Ну, например, топ-менеджера довести до уровня уборщицы и разослать письма коллегам такие, что он никогда не устроится на работу. Ну, например, там, управляющего банка. Очень трудно человеку, который управлял филиалом, крупного банка, перейти на аналогичную должность куда-то в другое место, потому что если банк попал под санкции или еще в какую-то историю, влип, то все, этот человек фактически потерял возможность сделать карьеру. Ну, вот эти люди подобны вулкану, и они сами взрываются, и часто это люди очень неравновешенные, и вокруг них тоже жить порой опасно. Ну, далеко ходить не нужно, поедьте на Рублевку и посмотрите, сколь высоки там заборы, какие там бронированные ворота, толстый кирпич, какие морды страшных собак высовываются там снизу и тявкают, а еще какие-то дяди с пистолетами гуляют вокруг. Ведь это все говорит о неком страхе, о том, что человек живет беспокойно, он боится за свое добро, означает, что внутри у него нет мира. Наоборот, он прячется, он бывает боится обличений. Ну, в общем, это очень тяжелая жизнь. Не знаю, может быть, вы стремитесь стать богатыми, а я больше стремлюсь стать счастливым. Я потому уделил дополнительное время некоторым моментам, потому что мне хотелось на основании псалмов поговорить еще какие-то более актуальные проблемные вещи, которые сейчас на слуху. Потому что на самом деле сейчас препятствием к вере называются вот эти два фактора. Как я уже говорил, социальная несправедливость, войны, беды, страдания, отсюда вывода Бога нет, потому что он допускает. И вторая объяснительная причина, почему не хочу верить в Бога, потому что Библия противоречит науке. Сегодня на примере Левиафана мы с вами показали, что Библия науке не противоречит. Вопрос в том, как мы работаем с источниками этого типа. Раз. А во-вторых, это уже большой вопрос, к науке. насколько наши гипотезы в отношении радиоуглеродного метода анализа или слоев, в которых находятся эти останки, могут нам на 100% гарантировать столь древний возраст Земли, как об этом хотелось бы мечтать. Я бы склонялся ко второму. Вполне возможно, что в будущем наши методы исследования покажут нам, что Земле не миллионы лет. И все эти динозавры вымерли не так уж и давно. Ну, вот тут уже наши потомки, а может быть, мы это все увидим, доверим, проверим и так далее. Продолжение следует...